6 часов вечера на Дону Спортивная программа Физкульт привет дорогие друзья Спортивная программа в прямом эфире Как обычно в четверг вечером И ее ведущий я Роман Саганов И мой коллега Лев Клинов Здравствуйте уважаемые друзья И сегодня нашу студию озарили чемпионы страны Обладатели Кубка России по гандболу Конечно же неповторимая Галина Мехдиева Вратарь гандбольного клуба Ростов Дон И тренер по физической подготовке Евгений Тимирбулатов Здравствуйте Добрый вечер Огромное спасибо друзья за то что присоединились сегодня к нам И у наших слушателей и зрителей Кто с помощью ютуб канала С помощью нашего сайта Может к нам присоединиться Есть возможность участвовать в нашей беседе сегодня Номер прямого эфира 200 ровно 2519 Ватсап 8 938 165 100 и 7 Вы свои какие-то мысли пожелания можете адресовать нашим гостям Вопросы конечно же И у нас тоже в первую очередь вопрос Вы такие веселые, довольные Проводили наконец-то главного тренера После тренировки счастливые, да? Ну да, наконец-таки этот сезон, который был Не из легких, так скажем Который был наполнен как радостными моментами Так какими-то грустными Какими грустными? Ну, конечно, в первую очередь Это то, что мы не смогли Показать все, на что мы способны в Лиге чемпионов Это, наверное, первый Самый грустный момент, который был в этом сезоне Ну и, наверное, основной Вот Ну, теперь все у нас мысли только Наверное, об отпуске А потом уже все только о победе Женя, какие мысли? Об отпуске сейчас? Ну, мы еще продолжаем Пока некоторых игроков в сборную И работаем в Сгаре тоже То есть у нас пока И с мамой до начала там следующего месяца А вообще, конечно, да Уже путевки надо смотреть, чтобы отдыхать Так как по-другому Нужно перезарядиться, обнулиться немножко И дальше в бой опять Сборы Все у нас Все уже в мыслях тоже Все в голове Так получается, сезон закончился А вы еще продолжаете тренироваться? Ну, да, в физической кондиции Не терпят Это как одеть гипсы, скажем так Да, то есть Девчонки на это уже подсели И я этому рад На самом деле То есть До отъезда в отпуск Это классно провести И поработать над телом Потом уже отдохнуть Но у вас как больше УФП идет Или специальная подготовка? Это уже подготовка То есть больше Не на мощность, да Не на скорость А больше укрепления Больше какие-то Профилактика, травматизма Пререабилитация, как она называется Да, точно И в принципе В этом ключе Всегда работаем В перерывах Ну, больше расслаблены Так, да Ну, не сказал бы Надо нагрузки Так, как ученик Я не могу согласиться Да, то есть Здесь лучше не отпускать вожжи Потому что Опять же говорю, что Тело уже завяжено Да, не нужно Забавлять обороты сразу То есть В принципе Можно иногда Проводить достаточно Интенсивный тренинг Девочки это умеют делать Галя улыбается Да, очень нравится Женя нам Да, не дает расслабиться Но это на самом деле Ему огромное спасибо за это И это мы сами настаиваем На этом Что Наверное у спортсменов Уже просто Это настолько Зависимость Да, это зависимость Вот действительно Сезон закончился Все Уже Отгуляли мы Корпоратив Уже уехали Половина девчонок А ты сидишь дома И понимаешь, что Что-то скучно Чего-то не хватает Да, без тренировок И потом что-то наступает Потому что они с детства В спорте Они все время Активные Двигаются Да, уже семьи Мы уже там выросли И там все Но У спортсменов так Три-четыре дня И что-то Как будто что-то не хватает Да И нужно Нужно пойти сделать Чуть-чуть Немного Двадцать минут Двадцать четыре минуты У нас там тренировка основная Двадцать четыре минуты? Ну, за эти четыре минуты У нас есть комплексы Там на двадцать четыре минуты На тридцать Две На тридцать Две минуты Но Этого хватает Прилично А почему кратно Именно восьми? Потому что Плоскости нужно считать так В моей работе По-математической А сколько раз в день? Один-два раза? Иногда два-один Иногда можно каждый день Шесть дней Можно тренироваться Такими маленькими комплексами Нет, а в день тренировок Сколько? Одна Сейчас одна, конечно Конечно Полчаса примерно, да Длится она? С хорошей разминкой Просто хорошая разминка Для профи Она длится долго От пятнадцать До двадцати пяти минут Это так должно быть С хорошей разминкой Это все равно Около часа, да, будет? Ну да То есть не даете Расслабиться девчонку? Ну как-то самим хочется Требует организм Наверное, не знаю Ну вообще отлично Нельзя, наверное, Так резко заканчивать Хотя Когда уже подходит Конец сезона Решающие игры Это напряжение Морально-физическое Думаешь Ну вот оно Ну вот же осталось Буквально там Две игры И все Я все Меня не будет Я там Уезжаю До свидания А нет Все равно Ты просто потом понимаешь Что действительно Без этого жить не можешь И как бы Ну не сидится дома Вот уже просто Кто сейчас тренируется вместе? Кто не уехал еще? Кто продолжает? Сколько человек Когда-как По-разному приходят Девчонки Какие-то вещи Поддерживаешься делать Перед отъездом В сборную Ну основа легионера Конечно же уезжает Потому что у них И свои там Национальные А те кто Готовится там К национальной сборной России Или там Находится в данный момент Ростой Девчонки приходят Мы вместе там Ну то есть Это сугубо добровольная Такая вещь У нас есть группа Мы списываемся Окей Окей Поспали позавтракали Давайте что-нибудь То есть не обязаловка Это не обязаловка То есть в этот момент Что мы выросли И в гонболу Это слава богу пришло Так у нас есть Первый вопрос Вот уже вопрос Галина Добрый вечер Когда вы поняли Что стали Кипером основным Вытеснив Песо Состава Потому что До весны Вы редко играли А потом Вы дали шикарную серию Олеся Поздравляю вас с победой Ждем В следующем году Лигу чемпион Добрый вечер Олеся Я стала основным Кипером Я просто не заметила Олеся Знаешь Олеся Ну На самом деле Это такая вот Ну Такой сложный вопрос Потому что Да У нас вообще Номер один Номер один Это Как бы В течение этого сезона Да Я была Не на ведущих Ролях И вообще Скажем так На третьей позиции Вратарской Фредрик Бушан В последнем интервью Сказал Да Я не знаю Я не знаю Что на него нашло Или что ему Подсказало Там Как бы Ну И вот в этих Решающих играх Он доверил мне За что ему Большое спасибо Огромное И Я не знаю Я думаю Что там У нас Какая-то была Супер Ну И не было Такой Какой-то Супер Вражды Там Между девочками Мы абсолютно Всегда Там Между нашими Тремя Вратарями Да Потому что Раньше Было Пять Вообще Вратарь Ну Да У нас Как бы Такая Дружная Гонбольная Семья И Дружная Вратарская Семья Да То что У нас Нет никаких Там Моментов Каких-то Негативных Мы всегда Друг друга Поддерживаем И В связи с тем Что у нас Определенное Количество Легионеров Может находиться На площадке Поэтому Маиса Не всегда Попадала В этот Состав Ну и Когда у Ани Немного Не получалось Седокина И Фредерик Давал мне Возможность И Ну как бы Так получилось Что действительно Я очень рада Что помогла Команде В конце Чемпионата В конце Кубка И как бы И в Лиге Чемпионов Ну в Лиге Чемпионов Да В финале Четырех Но если бы На полуфинал Фредерик Дал возможность Уже такой Настрой Был запредельный Ну честно Да Мы были настроены Очень-очень Сильно И Как бы Очень жаль Что так Произошло Вот Мне кажется Сказалась Такая Нехватка Какого-то Опыта Все же Лиги Чемпионского Финала Четырех Именно Не каких-то Физических Не каких-то Там Тактических Моментов А именно Можно было Сказать Что физических Не Физических Не Не Сразу Засмущали Тренера Не Не Ну правда Холодка Какого-то Не хватило Чисто холода Наверное Разум Девчонки Все же Опытные Много желания Наверное Все звезды Все опытные Все прошли Огонь и воды И медные трубы Уже Ну вот Где-то Что-то Психология Надломилась У нас же Команды Витспорта У нас же Не индивидуальные Какие-то Моменты Поэтому Нельзя сказать Что кто-то Плохо сыграл Или Какая-то Из девочек Да я думаю Никто такого Не скажет Да То есть Мы Ну вот Это наверное Командная Какая-то Была Такая Слабиночка Наверное Расминка Наверное Была В следующем году Спокойно Войдете В финал Четырех И спокойно Там все Пройдете Да Кубка Я Да Я уверена Что Мы ждали Что Им нас Усленно Будет Ворота Вардера Защищать В нашем матче А Дали как раз Таки Почувствовать Наверное Силу Да И какой-то Кураж Другой Девушки Ну да Оно У нее пошло Ну она Вообще У них Как бы Основной Вратарь Амандин Лено Мы-то надеялись Что Ну вы знаете Если посмотреть Нашу историю Противостояния С Вардером Мы с ними Немного играли Ну Пару раз играли То Инна Сусли Она как раз таки Очень хорошо Знает Ростов И она как раз таки Очень всегда Хорошо справлялась С нашими бросками Поэтому я Например Вот Мое Субъективное мнение Что я не хотела Чтобы она вышла Потому что я думала Если Как бы Она начнет отбивать Ну В принципе Тут и Амандин Лено Нам доставило Галкибер Они как снайпер Они тут записывают И игроков записывают Введут дневники Поэтому Да Тогда вопрос Сразу говорит Тебе введешь Тоже Конечно Конечно У нас Вот Даже если Лично для себя Там где-то Конечно Да Обязательно Какие-то Не знаю Это может Какой-то Как ритуал Ну Я считаю Что это Просто часть подготовки Что каждый Непосредственно Перед каждой игрой Я всегда смотрю Игру соперника И Выделяешь кого-то Отдельно из команды Да Смотрю кто куда бросает Естественно Да У нас даже есть Там своя группа И мы там Галкиперы Не там что-то обсуждаем Нам делают нарезки Броски То есть Ну Это очень Весомая часть подготовки Помогает да В игре Конечно Конечно Реально можно просчитать Игрока Который делает так Бросает Все равно Психологические моменты Когда идет Какая-то стрессовая ситуация Все равно игрок Нападающий Ну как игрок Который Соперник Он будет бросать Свой любимый угол Потому что Все равно Когда у тебя Немножко такая Когда устал Конечно На усталости На усталости Будет человек Выбирает Они предсказуемые игроки Есть например Впадались такие Вот ты изучал Изучал например Ее Естественно Тут такой момент Присутствует Что и тебя же тоже изучают Тут же тоже понимают Все прекрасно Кто куда там Какой Слабые стороны Естественно Иной раз Ты думаешь Так сейчас Вот сюда бросит Вот бросит Вот в этот угол А тут просто неожиданно Раз и в другой Ну Там доли секунды какие-то Конечно Это же тоже спорт А кто вот самый Непредсказуемый у тебя Был в этом сезоне Если вот так На скидку Сразу долго не думая Даже Все да Честно Мне вот честно Тяжелее играть С игроками Которые Молодые команды Хотя Это Считается Наверное Странным Потому что Ну молодой игрок Немножко Не такой профессионал Но все равно Я Я не знаю Я вот перед Полуфинальной игрой С Динамо На кубке России Я нервничала Больше чем перед финалом Вот честно Я не могла спать Я там Ну так Ну что 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 такое Ну почему я Посмотри еще раз Да Потому что Ну вот Не знаю Прям Игроки которые молодые Они Как раз есть непредсказуемость Конечно Конечно Невозможно изучить Ну бывает Сложность Конечно Но с настроем Было все в порядке И с игрой потом Да 50% сейвов Было круто Каждый второй Каждый второй Каждый 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 Мы Спасибо Мы были Спасибо Да Да мы благодарны И у нас есть очередной вопрос До этого Напомним Ватсап номер 8 938 165 107 Можете позвонить Также 200 ровно 25 19 Код города Если будете Из другого места Звонить 8 863 Итак Что знаете О новом тренере Анатолий Владимирович Пишет И для Тренера И для Ну Собоим Сразу Да Ну Дженя С ним Общался Так что Уже Общался Легко Где Венгрия Работа Нет Мы Свяжемся По Скайпу Сначала Уже Когда Бужан Уехал Фредерик Наш У нас Нет Я думаю Что клуб Достаточно Современный У нас Директор Достаточно Современный Человек То есть Все У нас Очень На Хорошем Уровень В том Смысле Что Передача Информации У тренера Тренера Все Проходит Очень Правильно То есть Фред Он Все Информации Которую Он Работал Он Тоже Достаточно Хорошо Обман Разложил Да Босс Достаточно Опытный Человек Но Впечатления Такие Понятное Дело Заслуги Тоже Четыре Раза Лига Чемпионов Да Вот Я Могу Сказать Что Конечно Он Опытный И Сразу Какие-то Моменты Спросил Про девочек Он знает Что У нас Достаточно Взрослая Команда Что Нравится Ну По моей Работе Мы Поговорили Просто Я имею Специфику Трам Да Вот Эти Моменты Они Решающие Такие В подходе Тренера Поговорили О том Как Адаптироваться К Переездам У нас Основной Момент Это Перелеты В России Да Мы У нас Может Дорога Занять Достаточно Приличное Время Вот То есть Это Больше Такие Сугубо Рабочие Моменты Да Но Пока Подробности Не вдавались Не вдавались Потому что Мы общались На тот момент И он мог Еще быть Нашим Противником Ага Так Это До финала Получаю Да Ну То есть Это Было Подготовка Общения Больше От Какой-то Рабочей Концепции Но Не О Игроках Вот Предметно Конкретно Ничего Не поднимали И Сейчас Вот Когда Мы уже Там Были В Будапеште Увидели С ним В отеле Конечно Там Тоже И поздравили И Пообщались Что-то Решали По некоторым игрокам Вот Анна Павловна Получила травму То есть Как бы То есть Нужен С тренером Был Это тоже Что-то Достаточно Сугменный Подход У него Спокойно Разговаривает Ну Я думаю Что Он Из того же Мясо Сделал Что И русский Работая С девушками Могу сказать Что Мне кажется Что Большой плюс Есть Да То есть Ты уважаешь Что они Идут до конца Эти Ребята Опытные По ним Видно Что они Много Прошли Только Как раз Из-за Правильного Настроя И общения Вот Девчонка Ну Кстати Раз мы Затронули Тему Анны Паулы Как там Здоровье У нашей Бразильской Девяточки Когда Она Приблизительно Сможет восстановиться Ну Травма Серьезна Надо Понимать Что Это Травма Серьезна И Если Так По месяцам Брать У кого-то Это Шесть месяцев У кого-то Это Восемь Месяцев У кого-то Это Пять Месяцев Это Физиологические Аспекты Но Анна Паула Любит Железо Она Вообще Любит Мою Работу Вот Несмотря На мой Инглиш Там Не Очень Замечательно Да Ну Анна Паула Вот Ну При этом Конечно Она умница Думаю Не будет проблем Просто Нужно сейчас Какой-то Период Пройти с Врачами А какой-то Период Уже потом С физиотерапевтами И с тренерами Все будет нормально Проходили Все будет хорошо И часто Такие там Травмы У вас встречаются Да От шести до восьми Месяцев Бывает Может и больше Да То что связано С Коленом С тобой Да и с плечами Ну То что связано С коленом В основе Так Да Ну Это вот Такий период К сожалению Бывает Не дай бог Такий период Никому вообще Будем надеяться Да Что такого Больше не произойдет Последний случай Конечно И перейдем К более веселым темам Все таки Корпоратив Расскажите нам Немножко Что можно Рассказать Что там Интересно Что там Интересно Как сказать Да На самом деле Была такая Непринужденная Обстановка Фред плакал Ну Нет Было так Трогательное Некоторые моменты Были довольно Трогательные Конечно То что Девчонки уходят Некоторые То что Тренер уходит Ну все равно Немного Была так Грустиночка Такая Ну это Жизнь Это Спорт Как бы Это естественно Для каждой команды Ну Проводили Закрыли Сезон Проводили Всех В отпуск Ну как бы Спасибо Организаторам Фред же говорил Да Что он По ходу сезона Тебя На третьей Своей позиции Держал Да Но сказал Что ты Одна из Многих Тех Кто не Не обижался А продолжал Работать Вот так ли это было Действительно Не обижалась Никогда Ну как Как сказать Не обижалась Сейчас что чувствуешь Когда ушел Естественно Ну Когда ушел Тренер Ну как Ну чувствую Рабочий процесс Знаю что Впереди Очень много Я знаю что Впереди Что-то новое Что-то Другое Испанское Да Горячая Кровь На французской Не горячая Старевала Мне кажется Он тоже такой Парень Может да Но испанское Вообще Прям Славится На весь мир Нет Ну это шутка Конечно Я просто Ну конечно Было неприятно Конечно Было очень Грустно Поначалу И даже Немного руки Опускались Но потом Просто подумала Что А смысл В том Что там На кого-то Обижаться На кого-то Огорчаться И надо работать И вот Жене Спасибо Что он Мне никогда Не отказывал И всегда Мы с ним Работали Он всегда Меня Готовил И вот В том что Наверное Наши прыжки В жилете В том что Такая концовка У меня была Это ему надо Сказать спасибо Это его заслуга И Татьяне Игоревне Березняк Тоже спасибо Потому что Можно сказать Я работала С всей командой Но индивидуально Работала Женя И вот Татьяна Игоревна Тоже мне помогала В каких-то моментах То есть Тяжело было В плане Просто Моральном Но потом Близкий И муж Тоже сказал Что Будь всегда готова Никогда не опускай руки И все будет И действительно Так и получилось Так что Главное Мой совет Никогда не сомневаться В себе И всегда быть готова Так и получилось Она столько эмоций Она подарила За эти выходы Спасибо Это было супер Я просто был горд Что я работаю Спасибо Я тоже очень Это реально И мы гордимся Спасибо Что вы к нам пришли Сегодня Ну все Все Евгений Васильевич Трифилов Не подходил После финального матча В кубке Да нет Ну Евгений Васильевич Трифилов Свои Как бы Вигения Свои Взгляды Не знаю Ну Для него Я думаю Основополагающие Для вызова в сборную Это то Что вратарь постоянно Должен играть Вратарь и игрок А так как я Третий вратарь Номинально Ну Тут как бы Без вариантов Сейчас Регину Калиниченко Вызвал Ну Я же говорю У него свои какие-то там Видения Моменты Так что Не ну будем конечно Работать Жень Да Будем Мы Работаем А там уж Как идет А тренер по физподготовке Может Тренеру сборной Свои рекомендации Да Вот это да Вот это поворот Надо попробовать Да Жень Кстати Почему бы и нет Не ну если Женя Будет тренером Физическая подготовка В сборной Тогда конечно Да Возможно Главное чтобы Ростов дом не бросил А там Не 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 Мы его никуда Не Можно и испанскую сборную Потренировать Да Немножко Георгий Васильевич Не знаю Что Я думаю Что Там работа Безменедия Скорее всего Проходит Да У нас очередной вопрос Вот Сейчас Петрович Пишет Как в гандболе Трансферы происходят Мнение Тренера Учитывается Тренер еще не работал А два игрока Подписаны Будут ли Будут ли Подписания игроков Точечнее Под тренера Завуалированных Как-то Давайте попробовать Перевести Тогда Тренер Подписан Подготовки Может влиять На Писание игроков Нет Конечно Не может Не может Это решение На современном языке Это покупки Правильно Покупки совершают люди Которые Спонсируют клуб Или Которые Руководящие должности Почему мы Это должны решать То есть Есть Целесообразность Покупки Определенно Есть игрок Я не могу Ответить На этот вопрос Просто По той причине Что это Не моя работа Но он Главный Тренер Мне не нужен Мне дают материал Даже подписанный Игрок Мне дают материал Я делаю тесты Рассматриваю Галина У нас Материал 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 Работе Как бы там Не было Это так Вопрос такой Механический Я отвечаю Так Механическо А если Подписали Игрока Тренер По Подготовке Понимает Что Игрок Не тянет На те Кондиции Которые Изначально Вы Подписывали Это всплывет Скоро так и будет Да Скоро тесты Будут влиять На покупку А игрокаж Дяли уже Физические тесты Скоро будут влиять Потому как Мы все равно Ганбол Немножко Это же не НБА Не НХЛ Но такие вещи Будут влиять Они есть Я понимаю Что Человек может И не сдать физические тесты Но при этом Забрасывать много Но дело в том Что он не сможет Забрасывать много Шесть лет Вот Да Правильно То есть карьера Я имею ввиду Он год может Мы знаем Такий пример Попылить Мы знаем Такий пример Что яркие спортсмены Были К сожалению Нам нужна Динамика развития У Ростов-Донова Отличие В Ганболе По крайней мере Очень современный Развитие Это Не просто Там Деньги И покупка Богатых игроков Опять же Отходит от Директора Что очень много Медицинской части Ухаживания за телом В моей работе Слава Богу Есть просторы Это очень достаточно В ганболе Это очень современный взгляд Это важно А физподготовка В ганболе Например Отличается От физподготовки Например В футболе В волейболе Отличается В неких нюансах Когда переносишь На специфику Конечно Отличается А так Есть какие-то вещи Общие Тело Устроено телом То есть Есть физиология Структуру Которую мы готовим А когда ее переносим Там есть Момент Давайте Немножко о грустном Слово От нас ушли Девчонки В том числе И воспитанница Клуба Ольга Башкирова Александра Степанова Мы знаем Куда Наша чемпионка мира Сираба Дембели Отправилась Александрина Барбоса Вместе с тренером Не бросает Буржана А куда Наши девчонки Ну Александра Степанова Она завершила карьеру Вообще завершила Ну на данный момент Жаль Ну ей немножко Здоровье не позволяет Ну как травмы Можно сказать Так Ну может быть Мы конечно же Не думаем Что она еще вернется Почему тогда Потому что я знаю На что она способна Это очень Мне не хочется верить Сильный игрок И жаль Да конечно Что такие моменты Как травмы Немного мешают ей Ну ничего Может быть действительно Просто пауза небольшая Может при загрузке Да Это надо Будем надеяться Мы тоже Мы с Женей Почти не сомневаемся Да Да Какая-то Волгогатская школа Замечательная Да А Оля Башкирова Я не знаю Пока еще Как бы Не определилась С командой Но тоже Сейчас вот С нами тренируется Ходит Готовится То есть Вообще не опускает руки Ни в коем случае И я думаю Что ей нужна Просто практика игровая И возможно Она вернется В скором будущем К нам И как основной игрок Будем надеяться На это Просто Ну действительно Нужно Поиграть Вот А так В принципе Кто еще В принципе Вот все Остальные Да Ты уже правильно сказал Там Можно сказать За океан Ну не за океан Просто в Европу отправились В Европу покорять А вообще Как команда Воспринимает Да Такое Что по ходу сезона По-моему Это первый сезон Такое Когда мы Там В начале сезона Даже в первой половине Узнали Что тренер уходит Да Что игроки Как команда Воспринимает Коллектив Ну и тренерский штаб Конечно же Вы как восприняли Все это Ну вообще Это практика Такая Мировая В гонболе То есть Об этом объявляют В декабре месяце То есть Пол сезона Проходит И обычно Вообще В декабре Заключаются Контракты Новые Межсезон Когда идет Чемпионат мира Да Пройдет Чемпионат мира Европы И уже Ясно Будущее Игроков То есть Все Работают с агентами Да И как бы Мы знали Это уже заранее Но Не знаю С какой-то Наверное Человеческой Точки зрения Немного Может быть Это неправильно Но это мое Тоже мнение Опять-таки Потому что Ты связан еще Обязательствами С командой То есть Ну Мне кажется Что с точки зрения Любителей гонбола Это правда Кажется так странно Странно Но с точки зрения Когда Спорт Это твоя профессия Игроки тоже Должны быть Чем-то защищены Они должны понимать Что на следующий сезон Они с работы И Видение Видение Игры Кто-то Замечает Кто-то Может предложить Что-то То есть Для спортсмена Это очень важно Ну и Для директора Чтобы вовремя Совершить покупку Опять же Если механический языковый Чтобы вовремя Совершить правильную покупку Нужен какой-то Резерв времени Потому что Есть период Когда уже потом Ну да Это уже просто Поздно Поздно Конечно Потом Нужного игрока Возможно На какую-то позицию Ты не успеешь Резервировать Думаю Что мы просто Шагнули В гонболе Это просто сейчас Так заметно Стало Да Ростов Потому что Международный Такой Освещаются Конечно Да А вообще Это пришлось Более дорогих видов Наверное Спорта Ну с футбола Наверное В первую очередь Ну Может быть С футбола Может быть Даже с хоккеем Может быть С того же НБА У них есть Там свои Какие-то моменты Покупка Вот этих Но я думаю Что И спортсмен защищен И директор Уверен Что будет хороший состав Допустим Ростов Наверное Единственный клуб Правильно Что у нас Две лавки Полноценные С кем можно повоевать И не все клубы Таким резервом Располагают Вот это очень Знач Ну да Это я думаю Просто Трансферные новости Эти они объявляются Как бы Сейчас нормально Да Просто если человек Профессионал Если он Действительно Как С большой буквы Спортсмена Или с большой буквы Тренера Он будет до конца Отрабатывать Каждый свой контракт Он не будет Опускать руки Или спустя рукава Играть Поэтому У нас не было Даже таких проблем То есть все знали Что девчонки уходят Все знали Что Фред уходит Но они добросовестно Отработали И все И потом со спокойной душой Поехали дальше У нас тут вопрос Совсем немного времени Остается в первой части программы Я быстренько напомню Ватсап номер 8 938 165 100 и 7 И вопрос такой Дмитриеву Слады не рассматриваете Это наверное К руководству больше Да Вы бы рассмотрели Рассмотрели бы Да Как сказать Даша Дмитриева Это игрок мирового уровня Это как бы Лидер сборной И как бы Любой тренер Я думаю Хотел бы наверное Какой-то Стороны видеть Ее в клубе Ну и нашим тренерам Нашему руководству Виднее Так что Я думаю Все на своих местах Друзья 200 ровно 25 19 Номер прямого эфира Вы можете задать вопрос Галине Мердеевой Евгению Тимирбулатову Нашим чемпионам страны И финалистам Лиги чемпионов Да Мы будем надеяться Что Скоро На следующий год Возможно Все получится Ну а пока отдыхаем А вы готовьте Пожалуйста Вопросы Либо пожелания Новости коротко Генерального подрядчика ЖК Европейский Приговорили к 7 годам Лишение свободы В колонии общего режима По решению суда Вардан Исраильян Выплатит обманутым дольщикам Компенсацию Почти 13 миллионов рублей Направлено на ремонт Аварийного водовода В шахтах Средства выделены Из резервного фонда По решению Василия Голубева Последний звонок Прозвенел сегодня Для 16 тысяч Донских 11-ти классников 28 мая Для них начнутся Единые государственные экзамены И популярная Французская писательница Посетила Ростов Встреча с читателями Прошла в четверг В Донской публичной библиотеке Слушайте подробно В выпуске новостей В 18.50 Ребенок может Жертвой стать Несчастного случая В наушниках Переходя железную дорогу Задумайся сейчас Чтобы потом Не мучиться Своим примером Можешь сделать Очень много Ты сэкономил время Перешел в неположенном месте С платформы Спрыгнул Перебежал пути Поступки Эти тебе Не делают чести За тобой повторившим Может не повезти Задумайтесь о тех Кому вы подаете пример Расскажите сегодня Своему ребенку О правилах поведения На железной дороге ОАО РЖД Кадастровая палата По Ростовской области Осуществляет Выдачу сертификатов Электронной подписи Удостоверяющего центра На базе Федеральной кадастровой палаты С помощью Электронной подписи Можно пользоваться Услугами Росреестра И других ведомств Сертификат Электронной подписи Выпущенные в электронном виде Можно приобрести За 700 рублей Подайте заявку На сайте Удостоверяющего центра УЦ.кадастр.ру Подробная информация На сайте Кадастр.ру Служба Милосердия На Дону Приглашает вас 27 мая В Парк Революции На праздник Милосердия И благотворительности Белый цветок Вас ждут Большой концерт Ярмарка изделий Ручной работы Мастер-классы Конкурсы С призами Для детей и взрослых Ароматная выпечка И море белых цветов Присоединяйтесь К добрым делам 27 мая С 13 до 20 часов В Парке Революции Подробности На сайте Милосердия На Дону Аудитория 0+. Красная гвоздика Является символом Памяти Об ушедших героях А сегодня Это символ помощи Ветеранам Живущим среди нас Приобретая Значок Красная гвоздика В магазинах Города Вы помогаете Ветеранам Пострадавшим В результате Боевых действий Ваш двор Самый безопасный Или самый уютный А может Самый спортивный Возможно Вы с соседями Хотели бы сделать его таким Тогда этот конкурс Для вас Эстафета развития Гармонии И общности От компании Эрго При поддержке Минстроя России Главный приз 1 миллион рублей На развитие Проекта благоустройства Все подробности На сайте Двор.эрго.ру Регистрируйся Выкладывай фото И видео С хэштегами Своей номинации Итоги 25 мая Телефон рекламной службы ФМ на Дону 201-79-00 Там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести ФМ на Дону Это синее-синее небо Над головой Это синее-синее небо Рядом со мной За собою зовет За собою ведет Синее-синее небо Только вперед ФМ на Дону Победа за нами Победа за нами Победа за нами Победа за нами Победа Спортивная программа Уважаемые друзья Добрый день Прекрасно и очень Прекрасно и очень нервно Отболело весь сезон Вот после неудачи На Лиге Чемпионов Многие говорили О вине Фреда И с маленькой буквы Фреда Неуважительно Потому что весь сезон Играли всего Восемь полевых игроков А игроков достойных Намного больше Как вы думаете Это в какой-то степени Помешало победить? Ну это Такой сложный Тоже вопрос Наверное Фреда Наверное Больше Да Адресован Ну ваше мнение Ну Ну не знаю Я не могу говорить Потому что Тем более Мы можем говорить Что-нибудь А вдруг он нас Слушает Да Он же у нас был Мы можем говорить Все что угодно Но быть первым Первым человеком Первым номером Да У нас много Часто обсуждают Там президента Мэров Или депутатов Но у себя на земле Надо что-то делать Всегда И у себя на площадке Всегда что-то нужно делать Как можно обсуждать Когда ты ведешь В бой 20 тысяч человек Давайте Лучше посчитаем Сколько мы провели матчей Сколько мы Этих матчей прошли С победой Сколько девочки Ну я могу Об этом говорить Не поднимая Прямо Имена Не важно Сколько было Поломанных пальцев В этом сезоне Сколько Мы восстановились После трамп Сколько Пережили личных Драм Драм Семейных У нас То есть Это огромный Коллектив Живой И Назвать это В Лиге Чемпионов Проигрыш Ну как же Если вы Стали четвертым Да там В Европе Да В мире Да Сильнейшем Четвертым Да Голубо В Европе Но Получается В мире Да Четвертым Залезли туда Посмотрели изнутри Всю эту ситуацию Да Ну как же Да Свой город представили Болельщики Приехали с цветами города Да Спели гимн города Разве это прореш Я ощущение Это Я этим Дышал Я смотрел Я был так Рату А злоб по голове шел Да Хотя я изнутри Это вроде как бы Ты все это знаешь Видишь И вот Галя опытный Игрок Очень много Тоже Поездок Очень много игр Но не дается Это все так Это как на заводе Работа большая Ну назвать это прорешем Ну не поднимается Все равно Ну как Ну как-то Я не говорю Что я не соглашусь Да С человеком Может быть для кого-то Это вот Вот такое видение Кто-то ждал большего Наверное от вас Конечно И мы сами хотели Да И все Все хотели Мы велись К этой лиге чемпионов Вот просто шли Четко Закрывали болячки Все вышли на площадку Все болячки закрыли Все сделали Где-то этот тренд Да Может быть сыграл Где-то психологических Вот этого холода Может не хватило Но Я вот Я в девчонок И веру Для меня не было чувства Досады Из-за кого-то Из-за Фреда Или из-за девочек Я считаю Что каждая работу Сделала Очень серьезно Просто мы Сыграли так На то место На которое сыграли И спорт любит Очевидность И факты И в следующий раз Просто нужно Принять этот багаж И сделать лучше На следующий раз Вы уже опытнее будете Вы уже знаете Как эта кухня Изнутри себя выглядит На самом деле Да Хотелось бы сказать Спасибо Фреду Все равно Всему тренерскому штабу Потому что мы И ранее никогда Не достигали Этого результата Вот Как бы то ни было Кто бы что ни говорил Но действительно Он нас привел К этому Он и весь Тренерский штаб Да Кто-то недоволен Каким-то количеством Игрового времени Кто-то недоволен Результатом Все равно Огромное спасибо Нашим болельщикам Которые приехали Которых было столько Что мы не ожидали Полная трибуна Которые скандировали Пели Это было невероятно И это было чувство Что ты находишься Не где-то в Европе Где-то там В Будапеште А ты находишься Именно в Ростове Да Там был кусочек Прямо в Ростове Это классно было Хотелось бы Наверное Извиниться Что мы Немного не оправдали Да Там какие-то надежды Но не судите строго Пожалуйста Надеемся Всегда лучше И от этой же девушки Которая не представилась Констатация уже И вообще Очень любим Нашу команду Не пропускаем Ни одних игр Любим и ждем Нового сезона И практически В цветах клуба Сердечки желтые Но и синие Спасибо большое И дальше И дальше Следующий вопрос Не знаю Сейчас представились Или нет Цель на следующий год Выиграть лигу Ну какой может быть Лигу Чемпионат Астрана Да Чемпионат Астрана Или финал четырех Будет успехом Нам бы Такую арену Как в Будапеште Давайте сразу Последним вопросом Да Арена в Будапеште Круто Конечно Беспорно Конечно Это уровень И это вообще Ну Круто 12 тысяч Это не передаваем ощущения Эти 12 тысячи И городок Будапешт Сколько там населения? Ну на два Да Да Чуть меньше В Ростове Да Чуть побольше Чуть побольше Чуть побольше Чуть побольше Чуть побольше Чем в Ростове Наверное Да Ну конечно 12 тысячи Она задействована только под гонбол У них Это у них Как бы да Наверное Основная арена Там Ну очень все круто У них много тренировочных залов То есть гонбол Венгрия Ну это понятный Внутренний чемпионат Тоже Нужно понимать Что это Уровень Вот опять же К чему нужно Почему мы говорим Да То есть как бы Такие финальные игры Это хорошо Но когда у тебя есть Все условия И тренировочное покрытие И все 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 Стремиться Ну точно Надо просто стремиться Будет классно Конечно Ну наши Руководства Все равно Наши спонсоры Нам обещали Арену Будет Раз обещали Да Я думаю Что мы тоже в это верим И все мы Конечно ждем Но все равно Наш дворец спорта Родной Да Даже Олимпи И наши Самые лучшие болельщики Его всегда заполняют И вообще А по поводу цели На следующий сезон Ну конечно Победа в Лиге Чемпионов Я думаю Это цель номер один И Теперь уже все Никакой наверное Осечки Ну заодно и кубок Надо взять России Чемпионат Ну об этом вообще Даже не стоит говорить Это Ну можно сказать Что если руководство Делает покупки А покупает тренера Который победил В Лиге Чемпионов То я думаю Что там планки Да Они не занижаются Но Может быть Вы нам чуть-чуть Расскажете О переговорах С Нашим новым Специалистом Как Амброс Мартин Почему он согласился Да может быть Что там можно нам рассказать Что вы сами знаете Как руководство Проводило переговоры Какой нибудь нет Подслушали Честно Честно Вообще Не в курсе На самом деле Я думаю Просто Амброс Он такой специалист Которому интересны Какие-то новые вызовы Были И он А он в России работал Вообще Никогда не работал Он я так понимаю Работал Вот в Венгрии Очень долго В Испании У себя На родине Чуть-чуть Поменьше Наверное Да И я думаю Для него Это настоящий вызов Как для человека Который хочет добиваться В своей карьере Все больше и больше Каких-то высот Новых И я думаю Ему конечно Было очень интересный Этот опыт Поэтому я думаю Он согласился Ну я естественно Не знаю всех деталей Всех подробностей Но я думал Для него Это немаловажный факт был Именно Добиваться чего-то нового 200 ровно 2519 Друзья Может кто-то позвонит Потому что Ни одного телефонного звонка У нас сегодня не было Не бойтесь Не стесняйтесь Можно с Галиной Прямо вживую Пообщаться С Евгением Когда еще такое получится Да Не ну часто Конечно Там кто-нибудь Будет Давай Интригу На трибунах Да Вот это Приезжал Треть Который Галя Сюда Очень жаль Приходите 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 Пожалуйста Ватсап Еще ждем Ваших Сообщений 8 938 165 100 и 7 Пишите Звоните Совсем немного Времени остается У нас в эфире Но Раз мы Вначале Поговорили Программу Все-таки Об отпуске И вы нам не рассказали Куда же Смотрите билеты Все-таки Куда бы хотелось Отправиться После финала Четырех В Будапеште В Венгрию В Венгрию Точно не поедете Наверное уже Нет При всей моей любви К Будапешту Это очень красивый город А любовь есть Да Она есть Это очень красивый город Это Прямо Действительно Очень красивая Потому что Ну я такой человек Там много ходите Пешком Да Я очень люблю Болчас Да Но Всегда Пойдемся пешком Походить То есть Посмотреть Именно Вот Походить По таким Горалам Где работаешь Все 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 Отлажено Тебя никто Не собьет Случайно Там Или что Очень красивая Историческая память Прям Потрясающе То есть Удается вам погулять Даже Да Время Есть Чуть Бывает Бывает Немного Времени Но Да Нам дают На прогулки Иногда Сам тоже Ходит Гулять Наверное Да С вами Идет Он Много Работает С компьютером Очень много У них Нарезок У первого Тренера У помощника Тренера У них Очень много Такой внутренней Работы Я бы не сказал Что там На длительной Но Он любит Когда команда Гуляет Потому что Двигательная активность Это вообще Классно То есть Ты покушал Допустим Все равно Первое время Лучше Походил пешком У тебя Сон лучше С воздухом Ну то есть Почему там Не походить Достаточно Современный взгляд И при этом Полезно Это не знаю Что и какие Разбрелись Там по городу Кто Куда Очень многие Девчонки Гуляют Ну допустим Там вместе Ну мне кажется Что походить Пешком Особенно там Ну кто Себя откажет Удовольствия Ну а за полтора года Работы Фред Может быть Во Франции Какие-то экскурсии Вам специальные Проводил Ну я знаю Что Ездили Когда на выезд Во Францию Там он На море Выходили Гуляли Ну Я остался Чуть-чуть Мы тут Посуем Да В Горге Работал Я работал С теми Кто Он на море Направлял ситуацию Со здоровьем Вывозил Не могу здесь Ничего сказать Наверное Да Ну он тоже Не всю Францию Там знает Не все какие-то моменты Там На море ездили Морепродукты Пробовали И как морепродукты На вкус Отличные Ну Никто не жаловался Скажем так Что-то Кушать захотел Да В конце программы Так расстравили Дождь У нас люди потекли Уже Ну у нас-то колбаса Вкуснее Конечно Ну на шараке Наверное Вкуснее Чем Да 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 Своё Всё родное Ну а сейчас Вот Тренер по офис Подготовке Вывел На пик Можно сказать Но Сейчас же Можно чуть слабину давать Что-то Позволяешь себе Галь И кстати Жень Тоже можно Расслабиться В отпуске Позволяете Девчонка Рационе Что-то дополнительное Вели Деду Профессиональные игроки Им не нужно Ничего рассказывать Да Они чувствуют Своё тело Сами Конечно Психологически Нужно отдыхать Ну да Отдыхать Ну и тоже Не забывать Конечно Что впереди Много работы Потому что встречаю Я девочек Физическими тестами И они об этом знают Да Мы знаем Ну просто отпуска Поэтому Выбор Ну конечно Выбор есть Как матрица Конечно Много не поотдыхаешь Тоже Женя ругается Сильно Нет У нас вообще Подход Кардинально По-моему Разный И Нет Женя Ну вы строгий Тренер Это не мне Судить Я думаю Я вот думаю Что нет Друзья Попрошу вас Наушники надеть Под конец эфира Нам позвонил Видимо Любитель гандбола Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Представьтесь пожалуйста Меня зовут Андрей Я из города Звениграда Вау Вот Да 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 Это Подмосковье Да Вы болеете за звезду По всей видимости Или за Ростов Я болею Да Я болею за звезду Но я еще болею За своего Любимого Тренера По физподготовке За Евгения Темирбулатова Круто Круто Он вас тоже готовил По всей видимости Когда-то Да К чему-то Да Да Вы совершенно правильно Когда-то И к чему-то Евгения Узнали Да Да Это мой друг Ну что вы хотите сказать Возможно О Галине Либо Евгению Ну сначала К Евгению У меня такой вопрос Все-таки Как он Как он видит Современное Развитие Гандбола Я имею ввиду Как бы В подготовочном цикле Все-таки На что Стоит Вот Сделать упор На физподготовку На психологическую Подготовку Вот Как бы Вот этот Вот этот Момент интересует Совмещает ли он То или иное Вот Как он вообще Видит В дальнейшем Вот именно Подготовку Спортсменов Вот Это к Евгению А к Галине У меня такой вопрос Где бы она Вообще Хотела еще Поиграть Просто Последние Да Последние Ее фееричные Просто игры Вот Самые последние Да То что Не можно Ехать в Нью-Йорк Да Не Просто она выдала На 5 баллов Да И вот Какая Ну и она Кстати я Немножко знаю Что она вообще Хотела завязывать Уже С гамболом Но честно говоря То что Вот она Последние игры Как она сыграла Показала Какой Высший Класс Вообще Какие у нее планы Где бы хотела Поиграть Отлично Огромное спасибо Спасибо вам За вопрос И слушайте внимательно Сейчас Наши друзья Будут рассказывать Но режиссер показывает Нас две минутки остается Ребят Давайте быстро Ну Андрюх Мы друзья Очень давно Тоже чем ты сейчас Занимаешься Ну психологию Там Интересуешься в спорте Конечно нужно совмещать То есть физическая кондиция Это структура Как все в машине Но компьютер Это голова Да Конечно нужно совмещать Военные показали То что На практике Эти вещи Работают вместе Идеально Для спорта Нужно приобретать Психологов Но это В ближайшем будущем В таком виде Спорта Как гамбол Если говорить Но изучаем С тобой Это И Надо Знаешь как Нужно Такую правду Одевать аккуратно Как пальто А не швырять Как мокрое полотенце Хорошо И немножко Время играли И мы знаем Где кстати Психолога Если что взять Команду Ростову Большое спасибо За оценку Моих игр Последних Очень приятно Это даже не по Пятибалльной шкале А по четырехбалльной шкале Было пять Спасибо Ну я хочу сказать Что мое сердце Принадлежит только Ростову Я не знаю Это мой дом Это моя семья Это моя родная команда И я не представляю себя нигде А если были предложения Из Европы Такой достойный Ну они были Но все равно А были Пока я нужна Своя команда Своему дому Спасибо То как бы Я всегда здесь Мы все восхищены И благодарим за это Конечно же Уважаемые друзья Мы надеемся Что вам наш эфир понравился Мы вынуждены К сожалению Откланяться До будущей недели Уже через неделю Услышимся вновь Но отпускаем Наших чемпионов Отдыхать Наверное Ну и не сильно Да Не чрезмерно Как говорится Но чтобы вы С новыми силами Подошли С новым тренером К новому сезону Спасибо Спасибо вам Напоминаем Что Галина Микдиева Евгений Тимирбулатов Чемпионы страны Обладателей Кубка страны Ньюсмейкеры Лиги чемпионов Мы считаем Что получилось Даже больше Да Ну конечно Ничем могли Но чем Может быть Было суждено На данный момент И откланиваемся Дорогие друзья Это была программа Спорт Спортивная программа ФМ на радио ФМ на Дону С вами были Роман Саганов И Лев Клинов Пока-пока До скорых Субтитры создавал DimaTorzok